здравствуйте друзья приветствую вас на канале фарнакс фильм у нас сегодня осеннее закрытие дачного сезона и будем мы готовить на новом устройстве которое к закрытию сезона подготовила компания стэн сегодня специально для вас мы пригласили человека который свое хобби готовить на природе возвел в работу да здравствуйте кирилл да здрасте расскажите что мы сегодня будем готовить сегодня мы будем готовить грузинское блюдо от джахури готовить мы его будем в казане начинаем наливать сейчас мы хорошо накаляем и нам нужно поджарить до красивой золотистой корочки картошка картошка порезанная дольками у нас раскаленные и первое время ее не тревожим ну чтобы вот она корочку взял вот чуть-чуть поджарилась немножко курочка взялась перри время перемешать вот пока вот красота получше уже пахнет как и все только по натуральному так картошечку вот мы до такой красивой курочки поджарили и убираем в отдельную посуду настало время потихоньку закидывать мяско закидываем небольшими партиями потому что если закинем все сразу она охладит масло и мясо будет не жарится а тушится ну а нам нужно именно вот красивую корочку сейчас она когда подхватиться ну то есть масло дальше будет подогреваться у нас мы закинем оставшуюся часть так ну пришло время и оставшуюся часть так мы можем с вами заметить уже вот мясо кое-где взялось такой красивой корочкой после того как мы мясо поджарим нам нужно будет и вот так же переложить и удалить и излишки масла ну то есть чтобы блюдо не было слишком жирным потому что и так но считай картошку мы во фритюре до пожарили и это считай тоже как во фритюре ну и плюс но свиная шея достаточно жирное мясо то есть но сочности в блюде нам хватит и без этого кирилл как первое впечатление пользования новым устройством мне нравится это но блюдо простое оборудование тоже достаточно простое и ну для меня вполне удобно но чтоб вы понимали да ну то есть вот я обращаюсь в первую очередь к тем кто будет смотреть я работаю с этим оборудованием первый раз и так как у меня все получается значит оборудование хорошее так мясо мы до такой красивой корочки поджарили и извлекаем его чтобы она нам не мешала масло извлечь лишнее масло сделала свою работу все но да отработка да это отработка чуть-чуть мы все равно оставим но основную часть мы уберем кстати казан кебаб когда готовится делается то что на лишнее масло но извлекает совсем чуть-чуть теперь мы отправляем обратно мясо и настало время лука лука я закидываю много и режу ему полу кольцом обожаю вот именно вот этот запах когда лук только-только с мясом начинает поджаривать самый красивый момент приготовления на любого восточного блюда и красиво и очень вкусно пахнет надо придать обязательно пикантности этому блюду поэтому чили перец здесь прям необходим режем его прям семечками многое думаю не будем вот этого будет нам достаточно лук у нас получается поджарился настало время отправить к нему картофель и специи естественно солим перец обязательно смельницы потому что я считаю так он намного более ароматный и более насыщенный вкус и добавим немножко специи вообще здесь достаточно было бы кориандр но кориандр я не успел купить если честно поэтому добавим немножко специи здесь есть конечно кориандр у нас теперь мы это все перемешиваем еще разок закрываем поддувало чтобы у нас было прям минимум минимум жара то есть сейчас нам нужно как бы подтушить это дело и закрываем крышкой оставляем минуток на 5 крупно порезанный сладкий перец так и крупно порезанный помидор помидор у нас тоже домашний парочку помидоров да ну в зависимости от размера да то есть здесь у меня там 4 небольших помидор и сейчас на очень маленьком огне то есть нам по большому счету эти овощи нужно только подогреть они не должны здесь тушиться они не должны здесь доготавливать просто берем перемешиваем снова закрываем крышкой и оставляем еще назовем это для обмена вкусами ароматами еще буквально на пять минуточек теперь берем много ароматной зелени и прям крупные и рубим у меня здесь укроп петрушка и зеленый лук ох как красиво еще раз мы это все взбодрим картошечка видите она уже готовая точка то есть она немножко разваливается из-за джахури обязательно должно быть посыпано очень щедро рубленой зеленью а Субтитры создавал DimaTorzok